Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Я решил уже закончить с Google Classroom, поскольку платформа не сложная, но при этом весьма полезная. Сделать еще один урок, что называется, и забыть. За два урока мы в целом разобрались с заведением курсов, управлением учениками и добавлением материалов. Ссылка на плейлист в описании. Сегодня я расскажу про выставление оценок и ведение журнала успеваемости, но так как это крайне простое действие, расскажу все-таки еще о добавлении материалов и заданий. Что касается материалов, кроме ссылок на Google Диск, прикрепления файлов и прямых ссылок, в материалы можно добавлять видео с YouTube. Копируете URL из адресной строки, вставляете. Единственное, надо еще раз нажать на выбранное видео и потом уже нажать добавить. Настройки задания, о них мы говорили в предыдущем видео. Еще крайне полезная функция — добавить задание с тестом. Правильнее было бы сказать просто добавить тест. Кстати, это можно сделать и вот так — добавить просто задание и прикрепить к нему тест через кнопку создать. Тесты делаются с помощью Google Form. Ну раз уж есть задание с тестом, добавим задание с тестом. Как вы видите, результат такой же, просто Google Form уже прикреплена к заданию. Название формы. Вообще, конечно, я бы с радостью скинул ссылку на скринкаст по работе с формами, но у меня его нет. Поэтому покажу здесь, но очень коротко не обессудьте. Вообще, это тема для отдельного скринкаста. Добавляете вопросы и варианты ответов. Также можно добавить вариант другое. Чтобы человек сам написал свой ответ. Так, кстати, удаляются варианты. Кроме того, тут есть возможность выбрать правильный ответ. И не просто выбрать, но и назначить за этот правильный ответ определенное количество баллов. То есть все будет считаться автоматически. Потом покажу. Делаем этот вопрос обязательным. Тут, кстати, есть разные варианты. Например, несколько правильных ответов. А таким образом вы добавляете следующий вопрос. В принципе все просто, но есть одно но. Так как это не специализированный сервис для работы с Google Classroom, а просто стандартные Google формы, при такой конструкции вы не сможете оценить работы конкретных учеников. У вас будет статистика по ответам, сколько всего вы получили ответов и сколько всего из них правильных, но без привязки к ученику. Поэтому здесь нужно зайти в настройки и поставить эту галочку. Собирать адреса электронной почты. Ученикам всякий раз придется добавлять свою почту, а вам разбираться кто есть кто, но другого решения я не нашел. Все. Не закрывайте, кстати, тест, а он сбросится. Просто вернитесь к окну с заданием, задайте настройки. Там у нас два вопроса по 10 баллов, значит всего 20. Срок сдачи и тема. Все. С тестами разобрались. Опять же подвинуть. Ну и кстати темы также можно двигать. Предполагается, что у нас это третья тема. И давайте еще потому, что это тоже удобная вещь о вопросе. Кроме краткого ответа вы можете выбрать здесь один из списка. По сути этот тест просто упрощенный. С одним вопросом и без всяких дополнительных настройок. Но в целом тоже иногда можно использовать. Ну и все. Вот такой мы создали структуру курса. Теперь посмотрим на это глазами ученика. Что видит ученик? Он видит курс. Со всеми материалами и вопросами, к которым у него есть доступ. Причем иконки заданий, на которые он еще не ответил, подсвечиваются контрастным цветом. Также в календаре у него есть напоминание о заданиях, если вы выставляли дедлайн. Можно отсюда же зайти и ответить. Можно вернуться к заданию. Давайте ответим про крылья. Например. Выбрали ответ. Отправили. Тут статистика по ответам всех учеников. Ее можно отключить в настройках вопроса. Или вот вопрос про правила обобщения. Он предполагает письменный ответ. Пишем ответы. Сдаем. Еще у нас был тест. Его я проходить не буду в целях экономии времени. Возвращаемся в аккаунт преподавателя и разберемся наконец с оценками. При первом взгляде может испугать, но тут все очень просто. Тут люди, которым мы не назначили заданий. Тут выполнены и задания, но пока без оценки. Тут уже есть оценка, а тут то, что еще не сдано. Можно смотреть по ученику, что он сдал и не сдал. А можно смотреть по заданию. Также, что назначено, что сдано и где есть оценка. Светлана у нас сдала. Мы видим ее ответ и можем его оценить. Например, в 5 баллов из 20. И теперь важный момент. Нужно вернуть работу. До этого оценка проставлена не будет. Вот. Теперь у Светланы есть оценка. Ну и аналогично можно проверять другие работы. Все, кроме тестов. Я говорил, там есть небольшие тонкости. Вот у нас Вова Ломов сдал тест. Мы видим, что он его сдал, но посмотреть, что именно он сдал, отсюда нельзя. Нужно перейти в папку с заданиями. Напомню, она у вас на Google диске. Найти нужный тест и вот здесь уже, так как мы запрашивали адрес электронной почты, можно посмотреть ответы по каждому отдельному пользователю. Мы видим, как отвечал Вова Ломов и сколько он набрал баллов. Все. Теперь можно ставить оценку и возвращать работу. Закончили с Google Classroom. Мне кажется, что лучшая характеристика приложения – это то, что я смог уместить описание его в три скринкаста, то есть в 15 минут. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, ну и любите друг друга. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...